Здравствуйте, уважаемые зрители! Этот ролик будет особенно полезен огородникам и дачникам. Ведь я хотел бы обсудить один простой, но очень эффективный лайфхак, который поможет делать меньше ошибок при работе на участке. Если сказать прямо, это как уменьшить разрыв между тем, что человек знает, и сколько он применяет, чтобы мы, по возможности, то, что знаем, то и применяли. Мне очень понравился совет написать самому себе письмо. И я его решил применить. Работая на участке, начиная с весны, мы можем замечать какие-то свои недочеты, можем замечать какие-то полезные советы, которые можно было бы применить в следующем году. Но здесь и сейчас это помнится, а потом же все можно позабыть. Поэтому можно делать себе заметочки. А в конце сезона просто взять и написать самому себе письмо, что можно было бы учесть в следующем году и чего обязательно не стоит делать. Затем пойдут долгие зимние месяцы, потом наступит весна, пригреет солнышко, и мы снова выйдем в свой любимый сад или огород, и так будет хотеться побольше всего насадить, сделать. И тут важно вспомнить, что есть же письмо. Открыть его, достать и с хладнокровным сердцем прочитать, что мы написали сами себе. Ну а в дальнейшем надо сделать, чтобы не было этого разрыва в знаниях и в применении. Как бы ни было тяжело, собраться с силой воли и применить то, что знали, чтобы не наступать на те же грабли, снова и снова, образно говоря. К примеру, участок, на котором я живу, здесь земля, мягко сказать, желает лучшего. То ли днище речки когда-то было, не знаю. Поэтому я понял, что работая здесь просто как на огороде, но КПД будет невысокий. А чтобы привести землю в порядок, очень много усилий придется затратить. Поэтому я решил превратить ее в сад. Кстати, у меня на канале есть ролики, где я рассказываю о поэтапном превращении огорода в сад. У вас, может быть, свои какие-то задачи, вы поймете что-то в мелком, а что-то может вырисоваться в глобальном масштабе, от чего нужно будет отказаться и переключиться, в зависимости от меняющегося климата и других условий. Поэтому, если у вас есть свои советы, напишите их в комментарии, что вам помогает делать меньше ошибок. Ну и попробуйте потом, когда примените этот совет с письмом самому себе, зайти под этим видео и написать, помогло вам это или нет. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Не забудьте вернуться на канал. И если не тяжело, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Вам этого особо ничего не стоит, а все-таки это будет меня мотивировать на производство дальнейших роликов. Большое спасибо, успехов и мира вам. Всего хорошего, пока-пока.